Всем привет, друзья! Вы на канале GardenStock. Сегодня у нас на обзоре будет одна из самых интереснейших вещей. Эта модель называется Champion GC5562. На первый взгляд может показаться, что это обычная щетка, которая нужна для чистки зимой снега, либо какой-то жижи. Но это не так. Это очень универсальная вещь, которая имеет огромный функционал. Давайте вместе с вами разберемся, что она может делать, сколько она стоит и для чего она вообще нужна. Благодаря своей конструкции эта машина может принимать вид снегоуборочной, подметальной машины и самоходного отвала. Такая щетка на сегодняшний момент стоит у нас 36 тысяч рублей. Комплектуется она именно вот в этом виде, в котором вы ее сейчас наблюдаете. То есть на колеса с мотором будет установлена спереди щетина. Диаметр такой щетины 40 сантиметров. Ширина данной щетины составляет 62 сантиметра. Для чего она нужна? Ну, во-первых, ей можно убирать снег, влагу, чистить листву. С каким снегом она справится? Как свежевыпавшим, так и если снег пролежал уже один либо два дня. Естественно, если какой-то тяжелый снег слежал, либо машина просла с ножом-отвалом, такая щетина уже такой снег и налить не берет. Какие у нас есть регулировки штатные в этой щетке? Ну, во-первых, сама щетка может кидать просто вперед снег. Также у нее можно задать угол в 30 градусов направо, либо угол в 30 градусов налево. Это все делается прямо от панели оператора и регулируется одним легким движением. Также у нас можно отрегулировать расстояние от самой щетины до поверхности. Здесь у нас есть два рычага, которые можно задать либо больше, либо меньше. Можно, то есть, убирать начисто, то есть, прямо чтобы виден был асфальт. Можно оставлять там сантиметр, либо полсантиметра. Естественно, тогда щетина сохранит свои свойства дольше. Сама машина агрегатируется всесезонным мотором на 163 куба. Мощность у него 5,5 лошадиных сил. Такой мотор у нас будет гарантированно запускаться до минус 15 градусов по паспорту. Мотор сам четырехтактный, то есть, масло-бензин будет отдельно. Если говорить по органам управления, ребят, то здесь все очень просто. Мы сначала заводим мотор. Никакие скобы, никакие рычаги на консоли управления мы не трогаем. Мы завели мотор. Дальше, что нужно сделать? У нас есть трансмиссия. В нее будет включаться 4 передачи вперед и 2 скорости назад. Выбираем нужную передачу нам. После чего нажимаем скобу. Скоба у нас будет отвечать за включение привода на колеса. И также есть рычаг, который будет включать нашу щетину. Тем самым мы жмем два рычага. Сама щетка начнет движение вперед. И также щетина будет вращаться тоже вперед. У самой щетки есть блокировка дифференциала. Выглядит это все вот таким вот образом. У нас идет разблокиратор как на левое, так и на правое колесо. То есть, если мы зажмем два рычага, и у нас будет привод идти на два колеса. Видите, два колеса, они заблокированы. Но чтобы вам сделать поворот самой щеткой, как влево, так и вправо, она у нас двигаться будет очень-очень даже легко. Колеса у нас стоят диаметром 13 умножить на 4,1 и умножить на 6. Колеса имеют зимний хороший протектор и зимой имеют очень хорошее пятно контакта. Также у нас спереди есть два регулировочных колесика. Они у нас ни за что не отвечают, кроме регулировки расстояния щетины и земли. Как устроен привод в этой щетке? Вал мотора выходит на двух ручейковый шкив. Один ручей будет у нас идти на систему дискоматик, которая устроена так же, как в снегоуборочных машинах. Второй шкив у нас будет отвечать за включение вала, который будет приводить в движение нашу щетину. Если нашей щеткой мы работаем в зимнее время и чистим ей снег, который не нужно собирать, естественно, то мы работаем вот в таком виде. Но если мы переходим к работам в весеннее-осеннее время и убираем, к примеру, листву, которую хотелось бы убирать, то для такой щетки у нас есть мусоросборщик. Он одевается таким вот образом спереди на два уха. И как это все будет работать? Мы идем с нашей щеткой. Щетка загребает мусор и весь его кидает в мусороприемник. Потом мы просто снимаем мусороприемник и выкидываем, куда нам нужно. Все это очень удобно. Мусороприемник стоит отдельно 6 тысяч рублей. Ну, если снегопады нашу щетку застали врасплох и высота снежного покрова составляет не 5 и даже не 10 сантиметров, а 15 и выше, то, естественно, такая щетка справляться с таким снегом не будет. Что вам нужно будет сделать? Докупаем к этой щетке насадку-снегоуборщик. И наша щетка будет выглядеть полноценным снегоуборщиком и работать как полноценный снегоуборщик. То есть она будет справляться не только со свежевыпавшим снегом, слежалый снег, какое-то обледенение, либо покров, высота снежного покрова будет составлять 40-50 сантиметров. Такая насадка тоже справится. Когда мы ее установим в нашу щетку? У нас будет сбоку стоять дистанционное управление направления выброса снега. Высота максимальная данной насадки это 3-4 метра. И максимальная длина, на которую выкидывает снег, это 15 метров по паспорту. Естественно, мы ее когда тестировали, пробовали, 7-8 метров она выкидывает легко. 10-12 метров это нужен, конечно, свежевыпавший снег, тогда он и до 15 метров его будет кидать. Самая насадка такая стоит 12 тысяч рублей. Но если вы не хотите, чтобы ваша щетка летом стояла без дела, то нужно будет покупать вот такой вот земляной отвал. Отлично служит для того, чтобы разгребсти какой-то песок, который вам привезли на машине и скинули. Также можно его использовать в зимнее время. Такой отвал стоит 4700 рублей. Итак, у нас получается полный комплект 36-12-4700. Но это еще не все. Для всех наших подписчиков мы сделаем на данный агрегат 10-процентную скидку. Да, ребят, вы не ослышались. Как всегда, мы радуем вас скидками. И первые 20 покупателей, которые закажут у нас данную щетку, получат 10-процентную скидку на весь комплект. Также можно все это покупать по отдельности. И тоже получите 10-процентную скидку. Если вам понравилась наша новинка, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. С вами же был Алексей. До новых встреч и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok